Девушки отдыхают Снова Артур и сегодня я поделюсь с вами мнением по игре Horizon Zero Dawn Вы знаете, что некоторое количество времени назад Sony выделила мне в числе некоторого количества блогеров эту игру на посмотреть где-то примерно полмесяца назад Ну потому что если вы смотрите мои стримы, если вы смотрите мои видео на канале, то вы просто замечали этот значок и засыпали меня вопросами, особенно в личку Чё, как оно, как оно и тому подобное Я не буду делать полноценный обзор, хотя сегодня спадает эмбарго именно с обзоров Я поделюсь с вами своим мнением То есть я, как обычно, не записывал его на листочек, расскажу вам всё как на духу Я вот буквально вот сейчас вот только что вылез из игры Я наиграл в неё порядка 5-6 часов И то есть моё мнение, оно не будет окончательным на данный момент Я не прошёл игру до конца Игру до конца я пройду с вами Именно с вами я пройду эту игру либо на YouTube, либо на Twitch Как вам будет удобно, мы проведём голосование Сейчас пока что я могу сказать, что по тому именно начальному этапу, что я видел Игра удалась и на самом деле все мои худшие опасения, они не подтвердились То есть я уже говорил вам про эту игру, что где-то, наверное, год назад Я когда смотрел на эту игру, она мне очень нравилась То есть сама по себе концепция, постапокалипсис и тому подобное Это всё очень круто, но при этом после этого я узнал, что в игре открытый мир Открытый мир задолбал Вы знаете, открытый мир, он сейчас в каждой второй игре Каждая вторая игра похожа на следующую, примерно как две капли воды То есть основная кишка сюжета Не такое уж большое количество дополнительных сайт-квестов Collectables на карте, которые нужно собирать Или что-нибудь наподобие вышек Вот, я посмотрел на Horizon По демонстрации геймплея показалось, что это примерно так И несмотря на то, что с некоторыми оговорками это действительно так То есть здесь вместо вышек костры, которые нужно открывать для того, чтобы там, ну, вы понимаете В целом, повторюсь, открытый мир в этой игре просто превосходный И первое, что приходит на ум, это ведьмак по проработке Что-то вот такое, ну, то есть в нём реально интересно находиться И когда ты смотришь на игру У тебя изначально складывается впечатление, что это Far Cry Primal Помноженный на Лару Кроф То есть от первого стилистика Вот эти вот все доисторические племена Которые в нашем случае не доисторические Ну, по сюжету чуть попозже вам объясню То есть я сам сюжет сразу говорю Я его не буду вам рассказывать, то есть без спойлеров А именно расскажу вам про сеттинг Про то, что вообще происходит с миром Но именно про персонажа ничего не расскажу Не буду раскрывать вам детали сюжета и тому подобное Вот, короче говоря Племена вроде как доисторические Но на самом деле это племена далёкого будущего и тому подобное Вот, это всё очень круто сделано Очень круто замешано И поэтому давайте мы с вами поговорим, наверное, о сюжете Ну, пора Ты готова? Да, вроде Всё громче, чем я ожидала Ты ещё не была так близко Вблизи всё кажется больше Скоро всё станет привычным Как дома Ну, не знаю Высший матриарх Тирса Поможет Ещё вопросы? Сюжет вкратце таков Далёкое Или не очень далёкое будущее Но, судя по всему, очень далёкое Потому что достаточно посмотреть на те кадры из игры Которые уже есть в свободном доступе в интернете Чтобы удостовериться Это даже не с моих слов Постройки людей Которых здесь называют предтечами То есть людей нашего времени с вами Они не просто там какие-то заброшенные Они не просто захламленные Они именно, что полны окаменелости То есть, скажем, в каких-нибудь базах Там, бункерах Реально каменные сталактиты Сталагмиты свисают со стен И тому подобное То есть это говорит о том Что прошло достаточно много времени С того момента Когда случилось с землёй, с людьми Что-то, что в результате привело К тому, что происходит в игре Происходит в игре следующее Есть люди То есть люди одичали Но при этом одичали по-разному Есть определённое количество племён У каждого племени По сути, разный вариант развития У кого-то средневековье У кого-то родоплеменной строй Там каменный век И они чуть ли там не каменными топорами Машут друг друга У кого-то технологии Но не такие технологии, как сейчас А примерно эпохи, я не знаю Опять же, средних веков То есть такое Раздрай по поколениям Он, в принципе, очевиден И более сильные, как обычно, щемят Более слабых То есть люди, они даже Когда их осталось мало Они, в принципе, вот так вот себя ведут Помимо всего этого Есть ещё машины Машины сосуществовали С людьми одно время Достаточно мирно То есть непонятно Откуда взявшиеся Вот эти вот устройства Которые напоминают там Каких-то металлических животных Они одно время не атаковали людей Но примерно 20 лет назад Внезапно начали нападать Внезапно Причём с каждым годом Появляются всё более и более изощрённые И опасные устройства Которые напоминают То тигров То динозавров То что-то ещё похуже То есть люди С каждым днём Во всё большей опасности И вот на этом фоне И происходит событие главной игры Главная героиня Можно сказать Что состоит В одном из самых примитивных племён Где процветает язычество И тому подобное И на самом деле Я бы не сказал Что она прямо уж состоит В этом племени Но более подробно Без спойлеров Я рассказать не могу В ближайшее время Я вам это расскажу Но в общем Она как бы является Своеобразным изгоем И именно своими поступками Доказывает приверженность Этому племени Ну и соответственно С этого и начинается сюжет Примерно Ну и дальше По ходу сюжета Начинается политика То есть Несколько племён Отношения между ними Либо хорошие Либо не очень И поверьте Это достаточно скучно звучит Но политика сама по себе Она в играх Как правило Бывает скучной Здесь нет За этим интересно следить Потому что Мы сейчас с вами Подбираемся ко второй Главной особенности Этой игры Это крайне проработанный Игровой мир Не хоро-то Жена, ты мать Это так сонно Ярт Слезай оттуда Мало того, что напился Теперь ещё и по домам лазаешь А что? Нельзя уже на чужую крышу залезть Ну-ка слезай Живо Ага, ты только залыжёшь, да? Я жду, когда ты слезешь Тебе дай вон То есть поймите меня правильно Здесь нет чего-то сверхоригинального Здесь всё достаточно обычно И При этом мир просто живой То есть ты в него веришь Ты веришь в то, что там происходит Ты веришь в тех персонажей, которые там есть Они ведут себя логично Они ведут себя именно так Как вели бы себя Люди из пещерного века Оказавшись при этом Не совсем в пещерном веке А в пещерном веке Где то тут, то там лежат развалины небоскрёба То тут, то там бегают огромные механические тираннозавры И тому подобное Вот Ну на самом деле достаточно своеобразный мирок Поклоняются они чему попало Каждое племя своему То есть повторюсь там Язычество процветает У кого-то там рабовладельческий строй У кого-то там эпоха просвещения И тому подобное Между ними проходят переговоры Между ними проходят там Торговые пути и тому подобное И всё это повторюсь на фоне того, что Угроза нарастает То есть постоянно какие-то новые появляются существа Которые там убивают людей Сжигают деревни и тому подобное Вот Сюжет повторюсь И игровой мир То, как они вписаны друг в друга То, как проработан лор Потому что я увидел в первые часов 5 геймплея Это просто 10 из 10 То есть вы знаете Я как правило в этом деле достаточно придирчив Здесь всё хорошо С этим по крайней мере точно всё хорошо То есть лор достаточно хороший Но что там будет дальше Мы с вами посмотрим уже вместе Давайте лучше поговорим о графике Великая мать, пусть слышь нашу молитву Что есть дитя, как невоплощённая мечта матери Маленький огонёк, парящий над землёй в дыхании ветра Он будет плыть по небу, пока не глазами не подходит Так от одного к другому передаются локусы любви Графика в играх от Gorilla Games Она всегда была топовой То есть эти люди просто выжимали Какой-то невозможный уровень графики В своё время, скажем, с PlayStation 3 На которой Killzone 2 и сейчас выглядит так Что многие современные шутеры Просто, ну, отдыхают совершенно На PlayStation 4 Gorilla Games выпустили игру Killzone Shadow Fall Которая, помимо того, что была очень посредственным шутером Она была одним из самых красивых шутеров на данный момент И вот сейчас вот понауходило достаточно большое количество Графонистых игр Этот самый Killzone Shadow Fall Он и сейчас выглядит просто безумно круто Другая проблема, что практически во всех играх от Gorilla Games Всегда хромал геймплей Если поначалу казалось, что всё очень круто То постепенно, со временем, тебе становилось натурально скучно И это было и в Killzone 2, и в Killzone 3, и в Killzone Shadow Fall Дело тут в малом разнообразии игровых ситуаций Дело здесь в малом количестве разнообразных врагов и тому подобное И именно по этому поводу были серьёзные опасения с Horizon Что же с ним получится? Будет ли скучно бегать в этом открытом мире? Как я уже сказал, нет Horizon показывает, что Gorilla выросла над собой По геймплею можно сказать примерно следующее Это практически любая современная open-world игра С небольшими, конечно же, своими особенностями Но, повторюсь, несмотря на то, что изначально вызывает первая ассоциация Это игра с Far Cry Primal и Lara Croft Tomb Raider Позже выясняется, что гораздо больше аналогий здесь с третьим Ведьмаком То есть потому, что я опять же успел увидеть Исследование мира здесь примерно настолько же второстепенное, насколько в Ведьмаке Потому что самое главное, что есть в Ведьмаке Это основной сюжет и дополнительные квесты Просто так бегать по миру тебя никто не заставляет Никто тебя не заставляет просто так бегать по миру и здесь Но поверь мне на слово, ты будешь бегать по миру Короче говоря, здесь есть сюжет То есть сюжетные локации Здесь есть открытый мир, в котором тоже происходит очень много сюжетных событий И вот именно в этом плане она прикольно сделана То есть ты как в Ведьмаке путешествуешь по миру У нас есть своеобразный визор Появление которого будет объяснено по сюжету Пока я вам не буду говорить С помощью которого, с помощью аугментированной реальности Вы можете видеть подсказки Можете видеть то, что не видят другие И именно поэтому я и провел аналогию с Ведьмаком Допустим, в одном задании мне нужно было выследить зверя Ну, как зверя В данном случае я говорю про механизм Охотясь на который, одна девушка случайно впилила в него свое копье Которое в результате застряло в его обшивке И она очень просила вернуть это копье Это копье ее матери и тому подобное И т.д. и т.п. Так вот, вы включаете свой визор И точно так же, как в каком-нибудь Ведьмаке Вы видите, куда двинулся зверь И что, в принципе, он делал То есть, там, прям вот такими контурами показывает, куда он пошел Визор вообще, на самом деле, это очень интересная особенность игры Она дает очень много возможностей То есть, это своеобразная аугментированная реальность С помощью которой вы можете подсвечивать все определенные предметы на карте С помощью которой вы можете видеть сквозь стены Там интересные всякие моменты, которые вы можете потом в итоге найти Ну и, среди прочего, это информационный хаб Который выдает вам информацию практически на все, что вы подсвечиваете При этом это орлиное зрение из Assassin's Creed Оно подсвечивает абсолютно всех врагов И, среди прочего, можно помечать вейпоинты То есть, там, как вы знаете, есть и обычные звери А есть звери механические Вот эти механические звери, они двигаются по своеобразным вейпоинтам С помощью визера ты можешь считать, что именно может тот или иной враг По каким вейпоинтам он будет двигаться И это тебе очень поможет в твоем стелсе И в твоих способах битвы с врагом Потому что, среди прочего, и слабости врага там тоже показываются Допустим, у кого-то там брюхо слабое У кого-то слабая задница Соответственно, туда, если ты будешь бить То, соответственно, ты будешь наносить больше урона Белозубы разворотили весь этот дом? Сколько их было? Я привел тебя сюда не для вопросов, Эллой А чтоб ты с ним разобралась Он голодный Как с ним справиться? Это ты должна понять сама Ты будешь охотиться в одиночку, без меня Что бы ни случилось, я не вмешаюсь Поняла? Ты сама по себе И помимо всего прочего Здесь есть огромное количество инструментов для борьбы с врагами То есть, скажем, у вас есть своеобразный гарпун С помощью которого вы можете ставить растяжки, ловушки Которые будут фигачить врагов током И, соответственно, вы сможете выносить даже очень серьезных Очень страшных и опасных врагов Пока они парализованы, пока они не могут двигаться Короче говоря, каждый враг здесь имеет свой способ приготовления И именно от этого зависит, справитесь вы с ним или нет Очень интересно проработано То есть, повторюсь, геймплей достаточно многогранный Проработанный, глубокий Потому что враги, повторюсь Каждый враг имеет свой способ, как говорится, приготовления У кого-то такие слабости, у кого-то такие слабости Помимо всего прочего, тебе нужно собирать с них инструменты Нужно собирать запчасти и тому подобное Для того, чтобы либо улучшать свои предметы Либо создавать какие-то новые, крафтить вещи И именно поэтому вам нужно, скажем, охотиться То есть, вы можете этим совершенно не заниматься И покупать все у вендоров, у местных торговцев Которые тоже присутствуют на карте в достаточно большом объеме Можете сами собирать И, скажем, там увеличение сумки Под сумка, как в том же Far Cry Требует мяса, там, шкуры Поэтому вы будете охотиться на кабанчиков На зайчиков, на енотиков и тому подобное Помимо прочего, за это еще и накидывают неплохо опыты Кстати, да, в игре есть прокачка И здесь она идет по трем параметрам То есть, скрытность Либо силовое какое-то там, ну, вмешательство Там, битвы и тому подобное И третье собирательство То есть, опять же, очень похоже на то же самое Far Cry Primal По прокачке могу сказать, что она довольно любопытная Но изначально там многие функции Которые обычно и так бывают в играх открыты А не закрыты Скажем, там, скрытное убийство Я сначала так кидался на врагов, пытался их убить У меня ничего не получалось Я думал, я что-то неправильно делаю И потом увидел, что в меню прокачки Нужно открыть соответствующий параметр И, соответственно, ты сможешь там и напрыгивать на врагов И скидывать их со скалы Причем не подумайте, что мы будем воевать там только с роботами Ничего подобного Люди, как я уже сказал Они даже на грани полного вымирания Они не прекращают воевать с собой Вырезать деревни, сжигать деревни Брать людей в плен, в рабство Там и тому подобное То есть, людей убивать тоже придется Причем достаточно больших Я бы даже сказал, в промышленных масштабах Это хорошо, потому что игра достаточно кровавая такая И, скажем, стрелы из лука пускай здесь одно удовольствие Ну, вы бы просто слышали, с каким приятным звуком Они вонзаются врагам в голову Ну и последнее, что я хотел бы сказать по игре Это то, что в ней замечательный саундтрек Он реально отличный Прекрасно вписывается в игру И там хватает места и вот этим вот всяким там Этническим каким-то напевом Хватает места и кинематографической музыки Которая играет в катсценах И, соответственно, нагоняет там атмосферы и тому подобное Которая играет в катсценах Которая играет в катсценах В общем, музыка достаточно любопытная Достаточно хорошая И я, как правило, не уделяю этому достаточно много внимания Но, тем не менее, я считаю, что музыка Это очень серьезный параметр Который лично для меня, допустим, важен И который лично для меня очень серьезно Может испортить Или, наоборот, добавить пару баллов В какой-нибудь игре Вот, допустим, For Honor Из-за того, что там мало музыки Даже какой-то тематической Кто-то говорил, что это мелочи Но лично для меня очень серьезно Там просело в плане сюжета Мне было откровенно скучно Здесь музыка все время играет в тему Напоследок пришла пора сказать о минусах И, на самом деле, вы знаете Их не так, чтобы много Я бы даже сказал, что минус на самом деле В игре один Но он очень серьезный Предсказуемость сюжета То, что происходит, опять же, в первые пять часов Я видел персонажа И я понимал, что с ним произойдет Видел другого персонажа Понимал, что вот он-то сделает это-то Когда начинались определенные события Я уже представлял, чем они закончатся И в целом, повторюсь, по сюжету Как-то вот все настолько Может быть, это я там уже переиграл В такое количество подобных игр Что все это дело очень быстро просекаю Но, повторюсь, лично по моему ощущению Главный серьезный недостаток При том, что сюжет, повторюсь, интересный Главный недостаток Это абсолютная предсказуемость Абсолютно всего Абсолютно-абсолютно предсказуемо В общем, вот такие дела Таким, в общем, получается Horizon Zero Dawn У меня были некоторые сомнения Повторюсь по его поводу Но сейчас лично я пока не вижу В игре серьезных минусов Как вы знаете, я человек достаточно придирчивый Но тут боевка интересная Геймплей залипательный Зверей достаточно много Которых можно убивать Каждого зверя убивать можно по-своему Причем делать это не обязательно, как вы понимаете Но, тем не менее, хочется же Вон тот костюмчик и тому подобное Всегда есть чем заняться Даже вне миссий Миссии сами по себе интересные Те, что я видел И те, про которые я могу вам рассказать Они очень занимательные Они очень динамичные И это не говоря про основной сюжет По основному сюжету Очень часто вы попадаете в локации Которые не являются локациями открытого мира То есть своеобразная кишка Как это обычно бывает заскриптованная Так вот В этом плане игра по накалу Не уступает какому-нибудь, скажем, Uncharted То есть очень киношно Очень зрелищно И очень дорого Gorilla Games на самом деле В этом году очень сильно по ходу порадует Потому что я вот сейчас После этого видео сразу пойду дальше играть Или может быть нет Надо остановиться Играть я дальше буду с вами Все, обещаю Честно-пречестно Потому что игра очень интересная И проходить ее нужно именно с вами То есть нужно будет делиться с вами впечатлениями Я рассказал в основном про Открытый мир, про геймплей Но не так много уделил внимания сюжету Потому что, повторюсь Именно что на подробности сюжета Пока что не спала Embargo Embargo спадет 27-го Тогда уже можно будет и в игру играть И именно тогда вы увидите на канале Начало полного прохождения Либо если в голосовании победит Twitch То, соответственно, мы пройдем эту игру там Так что это от вас будет зависеть, зрители Что вам больше нужно Меня устраивают оба варианта Пока что могу сказать, что это один из главных претендентов На игру года И как вы знаете, я обычно склонен ругать игры Но не сегодня Horizon Zero Dawn Реально отличная игра В которой чувствуется большой потенциал Что там будет дальше, хрен его знает Пока что мои рекомендации Ждите И я надеюсь, что вы не будете разочарованы И на этом все Увидимся С вами был Артур Всего хорошего И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok